По делу об экологической катастрофе под Норильском задержанный директор ТЭЦ-3, главный инженер и его заместитель. По данным следствия, с 2018 года конструкция разрушенного резервуара требовала проведения капитального ремонта, но несмотря на заключение экспертизы о несоответствии резервуара требованиям промышленной безопасности, его использование продолжилось. В группе Норникель, в структуру которой входит Норильско-Таймырская энергетическая компания, управляющая ТЭЦ-3, назвали задержание сотрудников неоправданно жесткой мерой. 29 мая в результате разгерметизации резервуара произошел разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в грунт и водные объекты. Последствия аварии устраняют более 400 человек. В МЧС сообщают, что предельно допустимая концентрация нефтепродуктов на месте разлива снижается. Предположительной причиной разлива могла стать просадка бетонной площадки под резервуаром.